Те, кто знаком со мной не первый день, знают о моей любви к удобрениям Бона Форте. Поэтому, когда вижу в их ассортименте что-то новенькое, всегда покупаю и тестирую. На этот раз мне на глаза попались удобрения для сада и огорода. Я, как истинный цветовод, всегда прикидываю, как это можно применить для комнатных растений. Да-да, это тот самый случай, когда удобрения подходят и для улицы, и для дома. Кстати, с Бона Форте такое частенько получается. Не буду вас томить, сейчас все покажу и расскажу. Вот такой веер я прикупил и не зря. И в жару им можно помахать. И... Кстати, жару я упомянул не случайно. Чуть позже скажу почему. Это важно. А теперь давайте рассмотрим каждое из них. Начну с этого. Потому что очень уж мне приглянулась вкусная клубничка на упаковке. Как вы догадались, предназначено оно для подкормки клубники, а также земляники и других ягодных культур. Благодаря ему ягоды будут иметь соответствующие вкусовые сортовые качества. А кустики активно расти. Это удобрение поможет вам вырастить шикарные томаты и перцы, так как обеспечит их всем необходимым. Вот это предназначено для петуний, бегоний и пеларгоний, а также для различных цветущих ампельных растений. Лучок и чесночок тоже не остались в стороне. И для них подойдут вот такие удобрения. Чем же они так хороши и чем отличаются от других, спросите вы. А тем, что этот комплекс два в одном содержит аминокислоты, стимулирует обильное цветение, рост и плодоношение. Удобрение стимулирует рост и насыщает растения необходимыми элементами. А аминокислоты снимают стресс. Вот мы и подошли к теме о жаре, о которой я говорил в начале видео. Дело в том, что в жару растения сильно стрессуют, их корни плохо работают и растению трудно питаться. А аминокислоты являются антистрессом, поэтому их присутствие серьезно снижает воздействие неблагоприятных факторов. Благодаря им растения значительно легче переносят жару. В этих удобрениях аминокислот в достаточном количестве, поэтому применение добавочных не требуется. Еще и экономненько получается. Также любое из этих удобрений можно и нужно использовать в качестве как корневой, так и вне корневой подкормки по листу. Причем для корневой подкормки их можно как разводить водичкой, так и использовать в сухом виде. Вот это вообще очень удобно. Удобрения, кстати, полностью водорастворимы. Кто знает, тот понимает всю прелесть такого использования, а кто не знает, тот купит и попробует. Бонафорте, как всегда, на высоте. В этой серии мне очень нравится баланс азота, фосфора, калия и аминокислот. Плюсом к этому дополнительно еще и 7 микроэлементов добавили. Коктейльчик получился на славу. Кстати, одного такого пакетика хватает для приготовления, внимание, 200 литров рабочего раствора для вне корневой и 100 литров для корневой подкормки. Садоводы и дачники уже подтирают ручки от выгоды. Эти удобрения прям так и просятся пустить их в дело. Как и говорил, изучив состав, я сразу нашел им применение для комнатных растений. Ну, для петуни, бегоний, пеларгоний все и так понятно, а остальные можно применять так. Удобрение для лука и чеснока отлично подойдет для всех клубнелуковичных. Замиакулькаса, эухариса, гипиаструма и других. Для томатов и перцев, а также для клубнички и землянички идеально подойдет для всех красиво цветущих растений. Они поспособствуют образованию большого количества бутонов и обильному цветению, а также предотвратят опадение этих самых бутонов. Входящие в состав микроэлементы в хелатной форме, то есть в усвояемые растениями, помогут гармоничному развитию на всех этапах роста и не допустят истощения растения при обильном цветении. Но, как говорится, лучше один раз попробовать, чем сто раз услышать. Поэтому не откладываем это в долгий ящик, а идем и выбираем. Все нужные ссылочки я оставил в описании к этому видео. Здоровья вам и процветания! А у меня на сегодня все. До новых встреч!